Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом Элижея Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в максимально стильную, максимально красивую и крутую игру Нина Куни и Гнев Белой Ведьмы. Слышал я о ней только хорошее, надеюсь, она вам понравится. А если это так, вы всегда можете поддержать меня с помощью лайков. Новая игра! Хватит болтать! Пора играть! На нормальном уровне сложности, конечно же! Да, с самого начала, друзья! Просто красота! Великолепно! Как же это совмещение одновременно и игры, и какого-то мультика! Выглядит, ну, супер, смачно, сочно! Шевелись, Оли! Не спеши, мистер Хнык! Но Каталания совсем близко! Что нам делать? Бежим! Ну, не кричи, все же хорошо. Ладно, пошли дальше. Эй, подожди меня! Так, это твой мир? Именно, совсем другой мир! Красотища, да? Аж дух захватывает. Ну, это круто, это круто! Игра от компании Level 5. Анимация Студио Гибли? Да ну! Есть ли здесь еще и участие Студио Гибли принимали? Ну! Хо-хо-хо! Серьезно? Это же лучшая студия, занимающаяся аниме! Ну, как по мне! Все, все, что у них выходило, это шедевры! Ходячий замок, унесенные призраками, принцесса Мононоки, навсекая из Долины Ветров, ветер крепчает и так далее, так далее, так далее, так далее. Ведьмина служба доставки. Пока-рока. Блин, так это офигенно! Это офигенно, друзья! Я прям уверен, что будет круто! Ну и даже начальная заставка сочная, аж дух захватывает. Я в японские игры вообще редко играю, но это прям нельзя пройти мимо, мне кажется. Музыка в исполнении токийского филомар... Филомар... Короче, оркестра. Ха-ха-ха! Жаль, озвучки еще русской нету. Нина Куни, гнев белой ведьмы. Тут реально будут мультипликационные вставки! Жесть, это... Я такого никогда не видел, серьезно! Офигенно! Офигительно! Простите, пожалуйста! Доброе утро, мисс Лейла! И тебе доброе, Оливер! Твои продукты вон там, малыш! Спасибо! Ой, я чуть не забыла. Филипп нашел тебя, а он хотел тебе что-то показать. Правда? Так значит, он наконец закончил. Вы не знаете, где он? Я только что отправила его с поручениями. Вряд ли он успел далеко уйти. Спасибо, мисс Лейла! Да, передавай привет маме от меня! Хорошо, мисс Лейла! Эй, Оли! Я здесь! Хорошо, здорово! Ох, это же Фил! И это уже игра? Окей, хорошо, я поговорю с ним. Я, конечно, видел какой-то там селлшейдинг, вот эта вот стилизация под мультипликацию, но чтобы вот так оно выглядело, это прям... Это очень круто, друзья! Ладно, давайте побежим к нему, но сперва я хочу погулять по городу! Какой он офигенный! Ладно, ладно. Что-то я слишком много восторженных слов уже сказал, давайте играть. Хорошо, что мы встретились, знаешь что? Она, наконец-то, готова. Так то, о чем говорила мисс Лейла, это то, о чем я думаю? Дурилка, что же еще это могло быть? Фил, ну ты даешь, и что же теперь? Как что, пойдем кататься сегодня вечером? Что, сегодня? Но я не смогу, то есть мне сначала надо спросить маму и... Да, да, конечно, иди спрашивай мамочку. Ну и когда же тогда, а? Завтра, через год? Ну я... Нет, но... Ладно, давай сегодня. Но все нужно сделать очень тихо. Конечно! Значит, сегодня вечером у меня в гараже. Не придешь, много потеряешь. Приду! Так это и есть то дитя, что спасет мир? Если верить хрустальному шару, ваше величество. Одной лишь силы темного джинна будет недостаточно? Боюсь, нет. Как зовут это дитя? Оливер, ваше величество. Оливер. Кто это был? Мини-карта находится в правом верхнем углу. Спасибо. На ней отображается окружение. Спасибо. Нажмите там, чтобы переключиться на локальную карту. Хорошо. Звездочка указывает, куда вам следует направиться дальше. Первое такое место, дом Оливера. Окей, такс, дом Оливера. Ну, в общем-то, понятно, бежим вниз. Окей, надеюсь, машина меня не собьет, и мама не будет ругаться. Если вдруг машина меня собьет. А где я живу? В каких-то подворотнях лютых. А вот и мой дом. А что это за мужик? С ним можно пообщаться? Эй, стоп, я ничего не вижу. А как-то можно повернуть камеру? Это было бы очень кстати. Нет, ну стилистика просто фантастика. Вообще. Какая трава. Какие деревья. Графон. Не нужно делать миллиард пикселей. Нужно просто сделать стильную картинку. И эти ребята молодцы. Я зашел. Мама, я тут. Привет, мам. Я принес продукты. Спасибо, солнышко. Положи их на стол, хорошо? Слушай, мам. А? Ты что-то сказал, зайка? У тебя же завтра много дел, да? Ну, раз ты уж об этом заговорил, утром мне нужно будет готовиться к концерту. Да? Значит, ты ляжешь спать довольно рано, да? Ха-ха-ха. А? Да, думаю, да. Хедрюга. Вот, значит, как. Может, перестанешь напускать таинственность, съешь свой завтрак? А то опоздаешь в школу. И жуй как следует. Спасибо за завтрак, мам. Пока, мам. Ха-ха. Пока, солнышко. Веди себя хорошо. Ладно. Привет, Фил. Ты еще не в школе? Ха, школа фигола. Сегодня особый день, дружище. Сегодня наша машина мечты наконец сойдет с чертежей и... Прямиком на улице Моторвиля. Ох, жду не дождусь. Когда можно ее увидеть? Полегче, ковбой, не так громко. Не забывай, что это наш секрет. Эй, дурилка, ты же не рассказала об этом маме? Нет, конечно. Я спросил, сильно ли она занята, и она ответила, что ей надо подготовиться к концерту. Так что собирается лечь спать пораньше. Отлично, значит, сегодня вечером все свершится. Ты же со мной, дружище. Конечно, сегодня вечером у тебя в гараже. Я приду. Что у них там за машина, мне уже не терпится узнать. Надеюсь, она уже спит. Шикарно, крепко спит. Это мой шанс. Нужно добраться до гаража Фила. Нажмите Z, чтобы открыть главное меню. Вы увидите список опций. Можно выбрать опцию, нажмите Хорошо. В ходе игры будут появляться дополнительные опции. Откройте главное меню и нажмите Space, чтобы сохранить игру. Окей. После того, как игра будет сохранена, вы сможете выбрать на титульном экране опцию Продолжить. Хорошо, теперь я могу использовать главное меню. Ура! Как же я этого ждал. Такс. В общем, вот настройки. Тут, наверное, будут какие-то объекты лежать. Space сохранить. Новая ячейка. Она сохранилась-то или нет? Вот, теперь сохранилась. На пробел не работало. Окей, где дом? А хорошо, я уже вижу звездочку. Погнали. Выходи. Надеюсь, он живет недалеко. Не хотелось бы шляться по улицам. Даже по таким красивым. Прикольно. Еще остается след, откуда я пришел. Так, стетка, я хочу с тобой поговорить. Можно? Можно? Добрый вечер, Оливер. Что ты здесь делаешь так поздно? Я не говорю. Это мой секрет. Ничего не расскажу. Что ты делаешь, малыш? Уже поздно. Здесь никого нет. Ну, это же Моторвиль. Ничего с тобой не случится. Никого нет. А вы же? Вы же кто-то? Что тебе нужно? Ладно. Что-то с вами каши не сваришь. Пойду я лучше к своему другу Филиппу. И мы испробуем эту самую машину. Блин, опять анимация. Класс. Сюда. А ты чего уставилась? Да что с ней? Ты чего так долго, тормоз? Прости, мама никак не ложилась спать. Значит, она закончена? Ага. Все детали на месте, можно ехать. Хочешь взглянуть? Спрашиваешь? Сейчас. Была не была? Давай. Вау, ну... Это круто! Фил, это невероятно круто! Ещё бы! Так, круто! Новый купе-де-люкс. Рядом не стоял, Оля. Вообще не сравнить! Ну что, дружище, готов прокатиться? Да! Блин, ну тачка реально круто выглядит, вообще спорить не могу. Давай, поблизости никого нет. Давай выкатим её. Так, это, Фил, кто поведёт первым? Что? Дай-ка подумать. Знаешь что, если пробежишься по улице и убедишься, что никого нет, я пущу тебя за руль первым. Правда? Вот это да! Хорошо, жди здесь. И не попадись на глаза гляделки Мэри, ладно? Гляделки Мэри? Ну той девочке, что шпионила за нами, она точно ненормальная. А по-моему, довольно симпатичная. Видишь, вон она опять. Уверен, что она одноябедничает своим родителям. Она так не поступит. Ты что, запал на неё или чё? Иди уже проверь дорогу. Конечно, Фил, сейчас вернусь. Ну окей, а куда... А, всё, я понял. Стоп, я чё-то запутался в карте. Она странно поворачивается. Надо адаптироваться. Ну вроде пусто, никого нет. Отлично. Всё чисто. Нужно вернуться и сказать Филу. Что? Это плохо, пожалуйста. Оливер, не ходи. А? Кто ты? Откуда ты знаешь моё имя? Оли! Что ты тут застрял? Прости, Фил, меня заметили. Ну вот, кто это был? Ох, эм... Та девочка, вон... Что? О чём ты говоришь? Там никого нет. Странно, она была прямо там, девочка. Девчонка, да? Небось, гляделка Мэри. Хотя нет, вряд ли, её не пускают на улицу. Тебе, небось, просто привиделась. Ладно, пошли. Ну да. Оливер. Мальчик, что спасёт мир. Но, к сожалению для него, его свет пока лишь всего лишь огонёк, свечи в кромешной тьме. Вы правы. Он может и есть то дитя, о котором говорится в пророчествах, но он всего лишь дитя. И тем не менее, эти люди могут быть возмутительно сильны. Разве один человек уже не сделал так, что тьма полностью поглотила землю? Не может ли этот оказаться столь же упорным? Что прикажете мне сделать, ваше величество? Таким росткам нельзя позволить вырасти. Конечно, ваше величество. Нет, 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 не ломай только машину, она же офигенная, жалко ведь. Тот, кому предстоит спасти этот обречённый мир. Мальчик должен умереть. За что? Я всего лишь, я даже не знаю, я хочу на машине покататься. Разве я заслужил такое? Мам, помоги мне! Солнышко? Ты где? Оливер? А где батя? Оливер? А где батя? Я не могу понять, где батя? Батя, видимо, нет. Жалко. У тебя же завтра много дел, да? Ну, раз уж ты об этом заговорил, утром мне нужно будет готовиться к концерту. Да? Значит, ты ляжешь спать довольно рано, да? Она не глупая. Молодец. Раскусила. Оливер? Блин, реально будто мультик смотришь. Ах, только послушай, как орчит мотор. Готов? Не спеши разгоняться, ладно? Ага, понял. Отлично. Ну, давай, у тебя все получится. Машина не сломается, я надеюсь. Поехали! Ха-ха-ха, ну да, круто, круто. Ээээ, ну, грустно как-то. Да, все будет нормально. Она открыта, он выплывет, чувак, не переживай их. Вот и все. Оли! Оливер? Филипп, что случилось? Там Оли! Оливер! А че Филипп не прыгнул? Вроде товарищ. Может, они все плавать не умеют. Оливер? Мама? Оливер, очнись. Мама? Ох, солнышко, я так рада, что с тобой все хорошо. Мам, прости меня. Простите, клянусь, если бы я знал, я бы никогда... Не глупи, Фил. А как же твоя машина? Это груда мусора, да я в любой момент новую сделаю. Полагаю, развлечений на сегодня с вас двоих уже достаточно. Ну да, ага. Что с тобой, Филипп? Кажется, ногу подвернул. Боюсь представить, что вы в следующий раз учтите. Элли... Да нет, 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 нет. Мам, что с тобой? Нет. У бедняжки всегда было слабое сердце. Я схожу за доктором. Мама! Эй, ну это грустно. Было бы печально, если бы оказалось, что он убил свою маму своими поступками. Мам, у тебя все будет хорошо, я уверена. Веди себя хорошо ради меня. Да нет, нет, ну так нельзя, ну зачем? Мам. Мама. Мама! Нет. 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 Не оставляй меня. Не оставляй меня, мама. Мам. Мамочка. Не оставляй меня. Мам. Сентиментальная дурочка. Пожертвовать собой, чтобы спасти свое дитя? И все же из-за нее мальчик выжил. Да. Но он лишен материнской любви. Кто ему теперь поможет? Кто направит его? И скоро он явится в наш мир. Туда, где мы сильнее всех. Да, ваше величество. Хм. Посмотрим, что он будет делать дальше. Уверена, финал этой истории будет захватывающим. Я тоже уверен в этом. Оливер, малыш, я принесла тебе яблочный пирог. Я оставлю его здесь. Хорошо, дружочек? Блин, ну такое грустное, такое грустное начало. А, кошак. Ну, кошаки это хорошо. Толстый, пушистый кошак. Что может быть лучше? Ну, придется тебе подождать ужина. Как печально. Он не выходит уже три дня. Оливер, сегодня мама выходит на новую работу. Но она попросила кое-кого особенного присмотреть за тобой. Мама долго его шила. Уверена, он на тебе хорошо позаботится. Веди себя хорошо, пока мамы не будет. Договорились? Мам! Что-то случилось, солнышко? Нет. Просто возвращайся поскорее, ладно? Конечно, солнышко. Мы всегда будем вместе, Оливер. Всегда-всегда. Блин, аж до мурашек. Мам, вернись, пожалуйста. Пожалуйста. Что это такое? А, это чувак из начала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это еще что такое? Проклятие снято? Да, славненько. Я свободен, свободен. Что? Что это было? Ты стал свидетелем возрождения Хныка, лорда верховного, эээ, повелителя эльфов. Кого? Ты глухой или как? Я сказал Хнык, лорд ртвиховный, повелитель эльфов. Хнык. Именно, и я сыт по горло твоим нытьем и хныканьем. Плакса-вакса, вот кто ты. Три дня, парень. Нет, мне тоже бывало грустно, но проплакать целых три дня, я удивлен, что в тебе вообще осталась хоть капля жидкости. Ты же не младенец. Три дня, это просто недоразумение. Эээ, я... Ой-ой-ой, что если растерялся, да? Не волнуйся, парень, я отвечу на все твои вопросы. Приготовься объяснить. Объяснять буду долго, готов? Блин, он очень быстро говорит, я не поспеваю за ним. Ага. Славно, ты мне нравишься, в тебе много искренности, да? Таким и оставайся, ладно? Многого добьёшься. Ага. Итак, начнём, о, хорошо. Так видишь ли, помимо этого мира существуют и другие миры. Но так сказать, параллельные миры, ясно? Такие миры существуют рядом с твоим. И один из этих миров мой. Да, да, совсем другой мир. Другой мир? А ты быстро схватываешь. И я, лорд-верхромный повелитель эльфов, нахожусь здесь, в этом мире, потому... Ну, потому что один злодей пытается нарушить равновесие в обеих наших мирах, понимаешь? Его зовут Шадар, тёмный джинн. И знаешь, что он сделал? Он завладел, короче, чем-то и посеял войну и разрушение. Я пытался противостоять ему, и он превратил меня в игрушку. А потом выкинул из моего мира в твой, мерзавец. Ага. Не стоило тебе... Но стоило тебе поплакать на меня, как от твоих слёз бах, и проклятие снято. Я отсюда вывод, что ты тот самый, кого мы, эльфы, зовём чистосердечным. Тот, кто, согласно легендам, спасёт наш мир. И это ещё раз доказывает, что нельзя судить по книге по обложке. Короче, это значит, что мне нужно отправить тебя в наш мир, чтобы ты избавил нас от Шадара. Ты не против? Я вообще ничего не понимаю. Не волнуйся, парень, это большая ответственность. Я знаю, ты справишься. Тем более с моей помощью. Но я... О, хочешь, чтобы я попросил тебя, как полагается? Справедливо. О, чистосердечный, соблаговалишь ли ты прийти и спасти наш мир? Я... Я... Нет. Прости, я, должно быть, ослышался, что ты сказал? Давай ещё раз, только погромче. Я не пойду. То есть... Я не могу. Вот потому-то и говорят, не связывайся с детьми. Я вежливо прошу, а ты мне отвечаешь, да, конечно. Вот так должно быть. Вот это да, было бы здорово. Это твоя реакция. Так это обычно делается. Это традиция. И что мне теперь прикажешь делать? Он... Но я ничего не знаю о твоём мире. И я сейчас просто не могу. Это из-за того, что твоя мама умерла? Эээ... Да. У тебя есть её фотография? Давай, шевелись, я не буду тебя ждать вечно. Ладно. Ну-ка посмотрим. Да ладно, быть того не может. Но ведь и совпадением это быть не может. Что такое? Великий мудрец Алисия. Знаешь, возможно, мы ещё сможем спасти твою маму. Что? О чём ты? Готов ещё к одной истории? Да. Между душами людей из твоего мира и моего существует связь. А это значит, что у людей из этого мира есть другая версия в том мире, называемая отражением, понимаешь? И люди с такой связью могут даже внешне быть похожи друг на друга. Так вот, отражением твоей мамы была великий мудрец Алисия, и она была поистине талантлива. Что? Так моя мама была мудрецом? Но... Как нам это поможет спасти её? Ну, Алисия попыталась дать отпор тёмному Джину, но он был слишком силён и заточил её в тёмный камень, называемый душелов. И когда это случилось, связь между её душой и душой твоей мамы была нарушена. Но если тебе удастся освободить Алисию, это может восстановить связь. И не исключено даже вернуть твою маму. Это правда? Точно не скажу, но это возможно, да. Какой он шустрый! Погоди. Откуда ты всё это знаешь, мистер Хнык? Ты же всё это время был игрушкой. А, вот это вот очень верно подмечено. Отличный вопрос. Видишь ли, кроме меня есть и другие эльфы. Несмотря на то, что я тут застрял, мои друзья держали меня в курсе всего происходящего. Как кажется, вы называете это телепатией. И это ещё не всё. Я, в свою очередь, отправлял им свои ценные указания. Велел им шпионить за Шадаром и всё такое. А, что такое? Я... Я согласен, я отправлюсь в твой мир. Я пойду с тобой и спасу маму. О, это просто замечательно. Может, мотивы у тебя и неправильные, но если это позволит спасти наш мир, я не стану смотреть дарённому коню. Слава, тогда нам пора. Вперёд. Хорошо. Но как мы попадём в твой мир? О, любопытно, да? Расскажу, я сейчас расскажу. Для начала нам понадобится немного магии. Пойди, покопайся в камине. Там кое-что спрятано, чтобы некоторые длинные носы ничего не учуяли. Но зачем кому-то что-то прятать там? То, о чём я... И скоро узнаешь ты, короче. Погнали. Такс. Пытаясь говорить его голосом, быстро хрипнешь. Ладненько, чувак. Погнали к камину. Там наверняка что-то полезное. Ну, хнык прикольный. Такой шустрый-шустрый. Погодите, а где камин? Ну, на первом этаже, логично. Вряд ли на втором. Вот камин, отлично. Что вообще может быть спрятано в таком месте? Книга заклинаний. Книга? Но она бы здесь сгорела. Только не это. Спутнику волшебника никакой огонь не почём. А иначе же это... А чё это за книга заклинаний иначе? Правда? Ага, нашёл. А они, камин не чистый или никогда? Книга там вечно лежала. Это книга заклинаний? Это спутник волшебника, источник всех магических знаний. Спутник волшебника. Вы получили новый предмет спутник волшебника. Хорошо. Слушай, я сейчас научу тебя пользоваться спутником волшебника. Если тебе захочется почитать его, нажми Z, чтобы открыть главное меню. Спутник волшебника находится в правом нижнем углу. Выбери его, нажав... Хорошо. Когда у тебя появится свободная минутка, пролистай его, ладно? Ты вроде смышлённый парень, и я уверен, что ты быстро во всём разберёшься. Ой, чуть не забыл. Первое, что ты должен сделать, взяв в руки спутник волшебника, это принести клятву. Ты должен будешь поклясться, что приложишь все усилия к тому, чтобы быть достойным званием волшебника. Чего ты перепугался? Всё совсем не страшно, не очень просто. Тебе всего лишь нужно вписать в книгу своё имя с чистым сердцем и добрыми намерениями. И ты даже не обязан писать, Оливер. Хочешь, напиши Плакса, Вакса, Гуталин, или вообще что угодно. Главное, чтобы с чистым сердцем. Ну давай, впиши к книгу своё имя. Я не знаю, Оливер, Плакса, ну Плакса совсем как-то. Пускай будет, не знаю. Санчелус, почему нет? Да, я буду Сан... Е... Челусом. Вы принесли клятву мага, и теперь вам открыта безграничная мудрость. Ну что, пора наколдовать нам путь в мой мир, да? Хм, так, посмотрим. Что такое? А у тебя есть палочка? Мы же не можем колдовать без палочки, согласен? Палочка? Откуда бы у меня палочки взяться? Ох, это плохо, ладно. Придётся поискать снаружи. Что? Снаружи мы её тоже не найдём. Не занудствуй, Плакса, Вакса. Меня зовут Оливер. О-ли-вер. Ага, значит, насчёт Плакса я не ошибся. Ладненько, пора нам найти волшебную палочку. Хочешь сказать, что она тоже где-то тут спрятана? Как книга заклинаний? Ха, думаешь, всё будет так просто? Парень, ты что, смеёшься? За кого ты меня принимаешь? Нет, на этот раз придётся немного постараться, раз уж мы собираемся отправиться в мой мир на поиски, в том числе Душилова. Почему бы тебе не считать этот небольшой разминкой? Вроде поиска птичьих яиц перед тем, как ухватить синицу за хвост. Охотой? Ладно, пожалуй. Ладно, я тебя обманул. Дело в том, что я так и не взял с собой палочку. Взгляни на меня, я такой милый, потому что маленький, так? Я сумел принести только эту чёртову книгу, парень. Если бы я взял что-то ещё, меня бы расплющило. Значит, даже эльфы лгут. Да ещё как, мы эльфы неисправимые лжецы. Ладно, нет смысла плакать над пролитым молоком. Давай найдём замену палочки. Замену? Что может заменить волшебную палочку? Ну, если сможешь найти что-то коричневое и тонкое, вроде палки, возможно, мы сумеем что-нибудь придумать. Эээ, хорошо. Ты уверен, что подойдёт и простая палочка? А ты думаешь, я тебе голову морочу? Ладно, я тебе помогу. За мной, Вакса. Ну и, друзья, на этом, я думаю, можно остановиться. Для знакомительной серии более чем достаточно. Игра просто вау. Вау-вау. Вот прям супер. Я, ну, это просто классно. Вступление выше всяких похвал. Это круто. Уже хочется узнать, что будет дальше. Я по-любому пройду её. Не знаю, захотите ли вы видеть прохождение на канале, но чисто для себя, друзья, мимо такого проходить, я считаю, нельзя. Большое спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Удачи. Пока.